Продолжение следует... А вы на месте? Ну что, вы тут? Будем продолжать. Стрим живет? Стрим пока что живет. Надеюсь, что сейчас смогу нормально подключиться и что все будет в порядке. Продолжаем наше сегодняшнее супер умопомрачительно веселое времяпровождение. Попробуйте сами сказать умопомрачительно веселое времяпровождение. Ну вот так, когда пытаешься с таким посылом, то получается. А если, типа, просто на расслабоне, то нифига не выходит умопомрачительное времяпровождение. Умопомрачительное времяпровождение. Умопомрачительное времяпровождение. Тренируйтесь. Кто на твиче? Я в 5. Ну давайте я в 5. Так, а мне нужно бы выключать свой стрим сейчас отовсюду. Прям... Потому что он автоматом сейчас начнет запускаться везде. Да, 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 да. Нужно выключить. А то знаю, как это бывает. Решета. Так, в очередной раз, в очередной раз, Ника залетает на сервер. Вот, какая-то такая загрузка. Бесперспективный, бесперспективняк. Мне почему-то сказать легче. Мы ушли жевать сгущенку и пробовать сказать умопомрачительное времяпровождение под спидами. Дубль три. Вообще-то, что ж сегодня такое? Только... Чувак, не дави. Не дави меня. Ой, не давите. Я испугалась. Господи, боже мой. Здравствуйте. У тебя все хорошо? Да, я не уверена. Почему вы стояли посреди дороги? Я, я не знаю, как я сюда пришла. И где моя машина? Что творится? Нет машины. Садитесь, я вас призываю в автошкоп. Пол мне написал, что мне нужно пройти психоневрологическое обследование. Но у меня, наверное, будут с этим проблемы, да? Ну, надеюсь, что нет. Присаживайтесь в машину, там, в машине поговорим. А вы тоже доктор? Она журналист в будущем. Это моя подруга мама. Я журналист. Я сейчас отвечу Джейби, хорошо? А, вот мы сейчас когда подъедем к нему, и вы ответите. Ну, что за фигня? Почему именно док должен был меня врезаться с этой теткой? Почему? Почему? Ну, что это за злой рок? А, ему не нужно отвечать. А, ему не нужно отвечать. Он на дорогу откуда ни возьмется. Время препровождения. Он на дорогу. Он на дорогу, я вам ее расскажу больше. Он настолько обиделся, что уже говорил. Первая статья Либи посвящена именно автошколе, а вторая вам. Какая она. А, папа. Как ты работаешь? Как ты работаешь? Двушки какие. Ну, да. Круто, смотри. Так, вы, девушки, идите, так, подождите, тупые уроды, и присоединитесь к Джейби и Марии, я сейчас приеду, у меня вызов тут. У тебя же есть бит, а свидетелей тут нет, еще как есть. Байкер, опять, еще как вижу. Поля, с вами все хорошо? Да, ну, если можно так сказать о человеке, который оказался непонятно как посреди дороги без своей машины. Ну, хотя бы сейчас вы себя хорошо чувствуете? Да, я думаю, я готова. Мне не хочется выйти на дорогу. Я не могу найти, где здесь можно обойти этот забор. Я тоже не вижу. А может, через забор пойдем? Ну, давайте. У вас ловко получается? Да, в этом городе приходится быть ловкой. Звучит как предупреждение. Ну, я за то время, что здесь нахожусь, уже успела побывать в разных передрягах. Надеюсь, ничего серьезного не происходило. Ну, что у вас все хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте, Поля. И снова здравствуйте. Приветствую. А вы получили, да, СМС? А справки, которые нужно получить у доктора Пола, он куда-то ушел. Да, я ему сказала, что мне требуется справка, но он куда-то... Я не поняла, куда он пошел. Снова байкеры. Снова байкеры. На вызов, видимо, да? Про фурсетку. Ну, нам придется его подождать. Я, кстати, уже не могу начать. Но где-то лучше тебя, я знаю. Да, без проблем. Здесь довольно живописное место. Можно подождать. Да, можно прогуляться, помочить ножки. Пол заметил, что вы сегодня были чем-то расстроены. Да, можно и так сказать. Но ничего серьезного, я готова приступить к обучению. Я думаю, все будет отлично. Хорошо, хорошо. Да. Я в предвкушении. Я надеюсь, что не разочарую вас. Главное, не беспокойтесь. Я очень спокойный. То есть вы не из тех инструкторов, которые кричат, да? Нет, нет, я очень спокойный, но строгий. Но это даже к лучшему. В смысле, это хорошо. Да. Знаете, если честно, по секрету, пол сегодня практически... Нас сдал. Знаете, что его спасло? Что? То, что мы ехали, сдавали экзамен по незнакомому... Ну, в смысле, по незнакомому месту. Нам пришлось выехать на вызов. На вызов, к сожалению, не успели. Подъехали другие медики. Обвезли их в больницу. Поэтому мы сдавали на севере острова. А он эту дорогу, в принципе, не знал. Там он очень нервничал. Ну, он очень уверенно водит. Я думаю, что он справился. Не знаете, мне показалось наоборот. Ну, теперь мне ещё страшнее. Если даже полу было тяжело... Доктору полу... Скорее всего, он просто переволновался. Прямо сижу в лужи. А водичка-то хорошая. Тёпленькая. Ну как, прохладно. Бодрит очень. Можно так сказать. Мария, как вы себя чувствуете с носом? Всё в порядке уже? Ох, да. Вы знаете, всё хорошо. Спасибо. Знаете, я сегодня весь день кушаю вашу... Особо ничего такого страшного не было. Просто кровотечение долго шло. Бывают какие-то личные особенности организма. Знаете, когда кровотечение долго не останавливается, это может быть опасным. Но я рада, что всё хорошо, что всё обошлось. Я хотела сказать про вашу кукурузку. Я весь день её кушаю. И вас вспоминаю, она очень вкусная. Скажите, а может быть, вы продаёте её? Ну, там, какими-то отдельными партиями. Я бы к вам просто ездила и закупала побольше вот овощей из грядки. Знаете, сегодня вот молодой человек там заезжал на наш участок, ловил у нас рыбу. Пригорает, охлаждай. Чуть не утонул. Да, я ему сказал, что мы не против. Если вы хотите покушать наши кукурузки, у нас её... У нас очень хорошие садовники, и у нас она прям плодотворит. Ну, я не могу прям приезжать у вас, собрать всю кукурузу. Если вы очень хотите, то вы можете приезжать в любое время и кушать нашу кукурузку. Мы не против. Спасибо. Я вам за это могу грядочки прополоть. Ну, или что-нибудь такое. Восень обязательно. Я никогда в жизни не пробовала кукурузу. Ну, тогда вам стоит навестить нас. Как-нибудь. О, я сейчас в сумке посмотрю, при мне, наверное, ещё осталось. Да, у меня есть кукурузка, я вам сейчас дам. Лучше бы я, я бы отравленную дам. Ну, ладно. Эх, ботинки измочил. Аккуратней. Угощайтесь. Да что же, я никак не усядусь к красивому водичку. Мы наловили рыбу, опять же с жопой в лужу. Ну да, она такая грациозная. Я никак не усядусь. Он обещал меня свозить. На рыбалку они собираются? Повторюсь, вы так добры. Опять же с жопой. Слушай, всё. Все такие добрые в этом городе. Столько народу сегодня посвящало, и, наверное, все кто едет заполнить. Присесть на камушек. Наверное, в терминале аэропорта фильтр стоит. Хороший. Буду сидеть на камушке. Смотри, можно у вас запрямлено сзади? Да, конечно. Все рыбы разбегут. Я не в курсе вашего рпэта. Девушка док? Ну, похоже, да. Травяной чай. С удовольствием угостить. Надеюсь, он готовит. Горячий. Очень вкусный чай. Очень вкусный. Мы собираем горные травы. Иван-чай. Иван-чай. Милиссу. Как это все интересно. Мари, готовите лечить. Ну, расскажите мне еще что-нибудь. И сэндвичи. Так. И сэндвичи. Оля, как ваша? Откушьте, я люблю. Я в порядке. Хотелось бы как-то уладить вопрос со справкой. Я просто не знаю даже, по какой форме она выписывается, что для этого. Мне нужно смотреть на картинки. А, сначала, как я понимаю, я первая инстанция, а вы последняя. Да. Нет, последняя инстанция на самом деле полиция. Ну, я понял. Я вторая инстанция. Ну, давайте все вместе сядем. Вы не против при всех поотвечать на вопросы? Ну, хорошо. Да. Давайте присядем себе на камушек. Это будет очень даже неплохо. Такая терапия. Ну, я на травку тогда. Как тут присесть-то? Итак. Одну минутку. Я сейчас... Ты тут не слишком вальяжно развалилась-то? Из пальто. Хиппи-посиделки какие-то. Что смешного, Джимми? Я пошутил просто. Я сказал, что у нас хиппи-посиделки. Хе-хе-хе-хе. Это похоже. Ладно. Чтобы повернулись к нам лицом, а то вы как-то отвернулись к дереву. Это он своей подружки, да? Дерево. Она рожу просто прячет за очками. Может, страшная? Кто знает. Да нет. Кого я обманываю? Она явно симпатичная. Знойная женщина. Садька. Как я и говорила. Шок-сенсация. Поли присела на травку. Какой каламбурчик. Да, конечно. Я приготовилась отвечать на самые каверзные вопросы. Поли, скажите мне, когда вы очень нервничаете или крайне раздражены, садитесь ли вы за руль? Ответ может быть да, нет. И стараюсь этого не делать. Ну, да, нет, наверное. Давайте вот так вот. Ну, вот мне нравилась формулировка «стараюсь этого не делать». Значит, наверное. Ну, я стараюсь избегать такого, конечно. То есть у вас случается, что вы садитесь все-таки за руль, когда раздражены? Да, это бывает вынуждено. Я должна признать. Скажите, пожалуйста, вот перед поездкой, когда вы... Перед тем, что вы изнародите, проверяете наличие пятен под машиной. Да, нет, наверное. Наверное. То есть у вас бывало такое, что вы проверяете пятна там в машине? Да, бывало. Но иногда, я должна признать, что иногда я это опускаю. А еще я стучу по колесику, чтобы проверить, что оно не сдулось, но я не буду говорить от того вслух долгу. Проверяете ли вы накачану ли колеса? Да, проверяю. Я подхожу и стучу по ним носком туфли. Как он знал, что я об этом подумала? Ежели он читает мои мысли, тогда он знает, что я хочу их убить. А вот перед поездкой каждый раз проверяйте расположение стекла, зеркал, зеркал. Конечно, конечно. Заглубида. Да, да. А еще крашу губы, потому что... Ну, ладно, в общем, об этом ему не стать. Подумайте, что мы тут вдвоем с вами. Отвечайте честно. Всегда ли вы соблюдаете правила дорожного движения? Я очень стараюсь. Это значит, наверное, да. Наверное. Я очень рад, что... Понимаете, просто ведущий водитель такси он отвечал так шаблонно. На самом деле, я думал, что он врет и задавал ему очень много вопросов из-за этого. Но с каверстными вопросами он быстро на них отвечал, поэтому я дал ему справку. Ладно. Давайте следующее. Представим... Давайте представим ситуацию, что перед вашей машиной едет другая, которая движется медленнее вашей. Как вы на это реагируете? Вы обгоняете... Первый вариант. Вы обгоняете ее только там, где это разрешено. Второй вариант. Вы не боитесь риска и сразу же, не задумываясь, пойдете на обгон в любом случае. или же третий вариант. Если она вас очень раздражает, то обгоняете ее не наставка на правила. Жаль, здесь нет варианта, что сначала я посигналю, если мне совсем не нравится, что она так плетется, если ничего не будет предпринято. Значит, третий вариант. Нет, нет, потом только по правилам. Нет, потом я по правилам, то есть я не стану вылезать на встречку, когда... Я понял вас. Нет, я вас понял. Скажите, пожалуйста, а вы умеете обращаться с... Мелкий ремонт автомобиля делать, например, чистить свечи, менять колеса, устранять мелкие неисправности? Я при всем желании не могу сама поменять колесо для того, чтобы открутить на нем винты, нужно приложить немалую силу. Я обращаюсь в автосервис. То, что физически я могу сама сделать, да, я стараюсь делать. Хорошо. Замена жидкости и так далее. То есть с этим я справляюсь. Я понял. Это обычно, это его... Я понимаю, что он говорит. Хорошо. Давайте представим ситуацию, что вы едете по дороге и вы видите очаровательно симпатичного мужчину, который машет вам рукой на опасном повороте. А остановитесь ли вы сразу же или же вы проедете некоторые определенные расстояния, чтобы остановиться? Ой, знаете, даже если этот мужчина предложит мне поселиться в его шикарном доме, я все равно поеду мимо. Я понял. У вас насмешил мой ответ. Да. Немного. Ну, ладно. Не суть. А, смотрите. Если вы разговариваете... Ну, что он? Скажите, пожалуйста, если вы разговариваете за рулем, это отвлекает ваше внимание? Например, ситуацию, что мы с вами едем за рулем, я рассказываю вам про погоду и спрашиваю, как она вам нравится или какую-то историю от вас спрашиваю. Мешает ли это вам? И вообще, разговариваете ли вы за рулем? Я разговариваю, если обстановка ненапряженная, если я стою на светофоре. На протяжении всей дороги я могу слушать собеседника, но если мое внимание сосредоточено, я не отвечаю. Я понял вас. Внимание сосредоточено. Что я сморозила? Она журналистка, она придерется к тому, как я говорю. Возвлекаем? Доктор, которого нервирует телефон. Мы пришли еще так. Я поняла. Извините, можно? Да, я понял. Извините, я постараюсь не слушать. Мы как бы не против, что вы здесь. Доктор, когда ваш собеседник звенит телефон, вас это раздражает? Как вы поступите в этом случае? Меня, например, Антонио просит добавить несколько человек в группировку. Я думаю, это те пьяные оболтусы, которые по крыше машины ходили. Я понял, что. Хорошо, тогда еще пара вопросов, и я думаю, мы на этом закончим. Скажите, пожалуйста, вы принимаете какие-либо лекарства, или принимали ли вы какие-либо лекарства, после чего садились за руль? Только те лекарства, что вы давали мне, доктор. И я так понимаю, что там нет противопоказаний. Не у всех тех лекарств есть. Давайте представим, что меня не было за вашу жизнь, за вашу карьеру, не мои лекарства. Вы употребляли перед тем, как слизировать? Я читаю инструкцию. Всегда на предмет того, совместимо ли это лекарство с вождением автомобиля, не вызывает ли оно сонливости и так далее. Хорошо, я понял. А бывало ли у вас такое, что вы употребляли столько спиртного, что чувствуете себя не в форме утром? Наверное, было пару раз, да. Понимаю, понимаю. Просто приведу, почему это один из каверзных вопросов. Или человек совсем не пьет, да, и он может ответить сразу нет, да, или же он будет задумываться и ответит нет, он обманывает. И отсюда, отталкиваясь, я задаю больше вопросов. Вы же ответили иногда, я вас понимаю, причем мы с вами вместе выпивали, поэтому я понимаю. Хорошо, последний вопрос. Я вижу на вас очки, как часто вы, ну, видел на вас очки, сейчас не вижу. А как часто вы посещаете окулиста? Вместе с плановыми досмотром примерно раз в год и я использую то линзы, то очки. Понимаю, понимаю. Ну, у меня вопросов больше нету. я допускаю у вас до дальнейшего показать обучение. Только пожалуйста, ой, ой-ой-ой, дайте мне ваши документы. Я запишу все в справку. Подтвердите, пожалуйста, еще раз, еще раз, пожалуйста. Ваша фамилия Би, как пчелка, ваше имя Полли, как Полли. Правильно? Да, верно. Возраст 23 года, ваш номер машины 543-G-V-V-V. возраст можно было бы не афишировать. Так, я понял, понял. Угу, угу. Может, еще и адрес назовет, чтобы эта профурсетка точно знала, где меня найти и избить. Пожалуйста, проверьте, все ли я правильно написал, если там ошибки, если есть, то... Да нет, все верно, все верно. Пожалуйста. Ну, получена справка прохождения. да. Позвольте, я вам тоже передам справку. Мы с вами можем. Я думал, что они у вас есть, но вы мне, как я подгладали все. Да, конечно. Вы же доктора. Спасибо огромное. Я в... более получил, да? Ну, такой-то возраст можно и не афишировать. Да в любом возрасте. У вас есть девушка мне нравится? Взречения к вопросам может стоить что-то? Нет. Еще нет. Вы профинансовое дело. Спасибо. Спасибо. Просто наше мнение мне тоже важно. Единственное, наверное, на будущее хотел бы, чтобы вы больше внимания уделили на именно еще наркологию. Имеется ввиду алкогольные истории. Алкоголь и нарк... Поверили тебе человек на... Я не думаю, что он увлекается наркотиками. А доктор-то все знает. Выпивать с ней и выпивал. На будущее ну, как минимум, поверяйте там вену и все равно. Да, хорошо, я согласен с вами. Я могу поднять руки и показать вот. Да, мы верим, что вы... Поль, скажите честно. Вы когда-нибудь употребляем травку? Так, ну справка у меня уже есть. Бывало. справка у вас есть. Бывало. Но давно. Приклана, да? Давно, да, и больше я этого не делаю. Я уже по смеху понял, что вы подробнее. Кто из нас не пробовал ее? Я не пробовала. Я не отвечаю. Я не пробовала. Я не понял. Я не пробовала. Хорошо. Ладно, мы поехали. Удачи спасибо. Мария, всего доброго. Спасибо за уделенное время. Всего вам доброго. Да, что жевались от сердца. Все доброго. Поехали. Ну что ж, Коля, вы готовы, да? Да, вполне. Ари, что поехали домой с болью в сердце. Понадеюсь, чем заняться? Хорошо. Подождите меня сейчас. Да, конечно, я буду ждать вас дальше. Им, наверное, нужно пару минут, чтобы поговорить без свидетелей. Мне нужно очень быстро пробежать. Я чувствую себя лошадкой, которая преодолевает препятствия. и жопа у меня как у лошадки по сравнению с этой красоткой. Сачку. Сказал, поехали домой. Ну, конечно. Конечно. Еще бы. Должен же кто-то ему носки стирать. фух. Хорошо, хоть не про что более тяжелое не стали спрашивать. А то, что бы я говорила такие хорошие ребята, я бы не стала их обманывать. Пришлось бы рассказать о той истории обо всем таком. Как-то волнительно, волнительно, волнительно все это мне предстоит первое занятие. Так, я думаю, что все сейчас решится, насколько я пригодна вообще для этого. Джопа у нее лучше. Я знаю. я нервничаю, нужно успокоить нервишки как-то. Ну как тут не разнервничаешься? Сажусь ли я расстроенная, рассерженная, раздраженная за руль, конечно. Встретила их возле клуба, я же собиралась больше не пересекаться. И как назло, в автошколу нужна от него справка. Да что же это такое? Я была предельно осторожна. Я сегодня я только коленку поцарапала. Я больше ни в какие передраги не влазила, чтобы жопу не лучше. Надо валить. О, ребята уже идут. Про фурсетку сразу с ним жить согласилась. Да уж. Да уж. Извините, пожалуйста, что я заставил вас ждать. Ничего, ничего. Так много времени вы потеряли. Знаете, очень и очень тоскует здесь с Марьей. Мне жаль, что мне приходится вас отрывать. Знаете, у вас такие нежные отношения, я заметила это еще вот когда к вам приезжала. Это так трогательно. Знаете, на самом деле у меня очень сложные чувства. изначально я мы познакомились с ночевкой в очень странных обстоятельствах. Она ночевала в Корчме среди трех мужиков. О, боже. на тот момент у меня не было возможности где-то жить. Я нашел какой-то открытый гараж, решил ночевать на столе. Это был первый день моего приезда. Я подошел к Марии случайно. Я просто мимо проезжал в Корчме, остановился и узнал. Она встречала меня в аэропорту случайно позже. Вот. И она начала пилать мою машину. Ой. Она с характером, да? Разбивать ее своим великом. На что я сказал, что знаете, у меня есть правило относиться к чужой машине точно так же, как бы вы относились к чужой. Вам же не было бы приятно, если бы ваш велосипед сейчас пинали. Вот. И она остановилась. После этого мы покатались немножко, пообщались. И я узнал, что она чуть в корчмей. Я предложил и сказал, что я, конечно, не могу ей предложить. И что, она тут же согласилась? Здесь все женщины сразу же соглашаются жить со всеми встречными мужчинами. сказал, что она может как бы вот ночевать на столе, в мастерской, я уж где-нибудь на коврик и приючусь. О, в этом есть своя романтика. Ну, вообще, женщина в этом городе довольно отчаянная. Мне тоже, просто мне тоже предлагали, когда я только пришла в этот город, пришла, приехала, конечно, как только появилась в этом городе. Да, она решила, что все-таки альтернатива спать в спальниках среди трех мужиков или в гараже на столе отдельном все-таки получше. Это да, У нас тут какой-то беспорядок. Кто-то бросил. Так, уже интересно, ладно, по циклу мы не проверим. Вот автомобиль меня очень интересует. Разрешите я сейчас пробью номера в Ташучи. Конечно, да. Кто у нас хулиганил? Потому что как бы не разрешается брать транспортное средство в автошколу, учебный транспорт. Потому что прям кто-то бурагозил, пока нас не отчаянный домохозяйки из Лос-Сантоса. Тебе не нужен дом, у тебя есть своя квартирка получше, чем у док. Нет, у него дом пошикарнее, конечно. Ну да, я хотела, чтобы у меня была своя квартира, чтобы не быть просто содержанкой у кого-нибудь и в итоге что? В итоге первое согласившееся переехать к нему. Я не хочу об этом думать. Мне нужно сосредоточиться на том, чтобы сейчас пройти обучение. Пройти обучение и кошмарик в чате. Тебе лучше не говорить, кто ты. а то чатик запойли и двор стреляет в упор. Понял. Рюмка водки на столе. А к чему вы, кстати, эту песню вспомнили? К чему это? Приличная девушка в бабушкиной юбке никогда не пойдет ночевать к незнакомому человеку. Вот-вот. Я уже почитала чатик. Ну, в чатике уже оценили бамперс очко. У тебя есть два дома, явилась снежка, она же сказала, что есть один дом. ну я же этим не пользуюсь. Да, да. Я, насколько помню, у вас переднеприводный автомобиль. Да, да. Ну, у меня, честно, у меня несколько автомобилей, еще один, за руль которого я сажусь, когда занимаюсь делами клуба. Снежок настоял, чтобы я ездила, ну, ему не нравится моя машина. И там полный привод. Вопрос. У нас, к сожалению, нету полноприводных, у нас есть передний и задний привод. На каком бы автомобиле вам... Передний, передний. Передний. Так, тогда вам нужно арендовать автомобиль и гайли. Так, вижу, да. Сейчас арендуем. автомобиль. Так, вот этот, да? Нет, 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 вы подходите? Так, я подошла, оплатила и ничего не... Теперь, теперь собственность. А, собственность, все, вижу. Ой, простите, пожалуйста. Ничего страшного. Альтернатив терапия... Приятный ретро, почти ретро-мобиль. Давайте начнем с первого урока. Да. Когда вы садитесь в автомобиль, первое, что вы делаете, заглушите двигатель. Так, секундочку. не заглушили. Что-то... Не работает. Что-то не работает, да. Хорошо, пропустим это упражнение, заглушение не важно. Это не страдает. Смотрите, первое, что мы делаем, это проверяем зеркала заднего вида. чтобы у нас полностью видна была дорога. Так, я вижу борт машины и вижу дорогу, да. Влевое, правое, заднее, зеркало, да? Да. На приборной панели все работает, масло, бензин в порядке? Да, показатели в порядке. Обязательно пристегиваемся. Да. Могу сразу обратить на это внимание, потому что вот все, что мы сейчас проговорим, на экзамене я буду специально сидеть, смотреть, ждать, пока вы проверите все зеркала, проверите приборную панель, проверите пристегнуты ли вы и пристегнуты ли я, и после этого только мы сможем начинать движение. Да, хорошо. Вот, когда мы начинаем движение с обочины, мы, соответственно, обязательно должны показать поворотник. Пусть скоро мы не собираемся двигаться. Так, ну, я просто не от обочины, я сейчас собираюсь сдавать назад. Да, 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 совершенно верно. Здесь мы пока не показываем, просто еду. так, мне... Смотрите, на обучении и на экзамен мы не включаем круиз-контроль. Мы едем непосредственно со скоростью, пытаемся, мы должны почувствовать автомобиль. Мы едем со скоростью 40, 50, 60 км в час, не выше 60. Так. Но и желательно не ниже, то есть ниже 40 км в час я буду это расценивать как неуверенная езда. То есть мне нужно стараться держать стабильную скорость? Да, да, совершенно верно. Без круиз-контроля. Я сейчас проверю, чтобы он был выключен. Хорошо. Да, выключен. Начинаем дышать. Сейчас мы выезжаем на кольцо и просто едем потихонечку по кольцу. Чувствуем машину. Несколько кружков. Вы должны почувствовать. как это сложно. Сложно держать постоянную скорость. Я привыкла ехать как едется. Я же еду как едется. Всегда около 60. Но не выше 60. Значит мне надо все-таки не так сильно разгоняться. Ну в курсе что по городу максимальная скорость движения 60 километров в час. Да и 90 за за чертой города кроме трасс. 110 130 в зависимости от типа трассы насколько. Мы общались непосредственно с полицейсками и они сообщили 110. Спасибо. Естественно если вы заезжаете в жилые районы вне города то там также максимальная скорость вне зависимости от условных обозначений то есть перед я не видела не обращала внимания но я так понимаю что должно быть условное обозначение перед въездом в населенный пункт который либо накладывает ограничение скорости либо нет ну либо действует обычное ограничение за городом 90 ну когда мы заезжаем в пригород это уже считается населенный пункт и так поможем нужен указатель я сама не должна решить так наверное это при себя конечно что-то я начала торопиться ну мне нужно привыкнуть как новой машине да мы специально выбирали автомобили что-то не участвует автомобиль мы здесь как бы вы должны понимать то есть разные автомобили разные велики должны быть готовы вводить на любом конечно упс я прошу прощения я на чат отвлеклась мы только учимся мы же не на экзамен я отвлеклась на чатик но я не стану говорить инструктору про голоса в моей голове потому что я так никогда не получу права на кольце видите там есть небольшой свороток направо повернем хорошо да там будет небольшой съезд дальше направо может давайте развернемся смотрите стоп 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 давайте чуть-чуть опьем назад представьте что это эстакада нет эстакады таковое но мы сейчас делаем ест стоп стоп так ну машину мы заглушить не можем как мы выяснили но это не страшно то есть мы сейчас въезжаем въезжаем наполовину останавливаемся и потом и в конце горки как только мы закончили мы снова останавливаемся так значит мне нужно подняться остановиться на середине потом опять тронуться и остановиться в конце горки то есть уже когда я выровняюсь или перед тем как я когда вы выровняете когда уже выровняю хорошо так сразу предупреждаю что на экзамене возможно эстакада будет и другая то есть не обязательно это то есть если я вам скажу упражнение эстакада и скажу где остановиться то вам надо будет непосредственно выполнять но я выполняю его именно в таком порядке да да так а мне нужно заглушить машину или нет просто она почему-то не хотела мне это 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 не обязательно хорошо представим что мы заглушили так да и снова забили что она подпрыгнула можно было плавнее да простите я вас еще потрясу сегодня да если хотите можем повторить да я хотела бы давайте просто задом ходи назад а ой я уже начала разворачиваться простите ну хорошо разворачиваться ничего страшного не извините все хорошо какой хороший инструктор почему у меня в жизни такого не было мой кричал иногда так все еще раз постараюсь плавнее заглушили давайте еще раз попробуем сейчас потому что вы останавливали не плавно заехали а именно останавливались нам надо без остановок остановиться и снова заехать но очень плавно да и сегодня у вас потрясаю потрясающее поле так заглушила двигатель и завожу да все последнее должно получиться давайте сейчас я впечатаю нас в забор вот это будет эпик фейл заглушили завели поехали он все равно срывком ну я или ползу или прыгаю в конце хорошо давайте я попробую показать давайте мне кажется вы волнуетесь да переживаю немножко есть такая я понимаю это еще не экзамен но я все равно короче завтра весь день посидеть вручить и тренировать эстакаду заглушили завели поехали получил да значит это возможно да ну то есть я сейчас объясню то есть я сначала дал газу машина поехала набрала немножко скорости уже непосредственно перед въездом я только отпустил газ чтобы она сама когда я увидел что она чуть-чуть не дотягивает я чуть-чуть добавил газ но прям очень аккуратно прям легкими движениями вот байк я так микро учил рано рано давайте попробуем заглушили ну вот я не чувствую как она разгонять я еще разок попробую хорошо давайте 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 на гг стрим реп ну я не знаю тогда друзья я не знаю что делать простите резко было да давайте я прям буду командовать хорошо скажите а у доктора пола лучше получалось да конкретно это упражнение ну конкретно это довольно получится но у него другая машина была за конфигурации немножко по-другому получилось у него было заднеприводно я вижу лучше новой девушки но когда заглушили завели газ топ идеально просто вот нужен хороший руководитель я думаю можно следующее упражнение тогда только не просите меня повторить это вышло случайно то есть я завершаю круг здесь да я поняла держать скорость здесь это примерно так же как держать скорость парашюта в пубге нормально это я умею нужно как говорит игорь же какая надо потрахивать в воздух простите пожалуйста цитата ничего с ним не сделаешь вот машины так это выезд или или он дальше да 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 это направо да и или не или прямо в этом все вижу прям это точно на выезд или да 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 похоже этот же это не я я так не говорю так дальше выезжаем в город едем прямо аккуратно 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 на траву поворотник и останавливаемся наступление левый поворотник а левый да хорошо пропускаем автомобиль и приезжаем через двойную сплошную да здесь нам надо добраться в городе когда мы будем кататься мы уже не будем проезжать через двойную сплошную сейчас налево так там же разрыв был хорошо проезжаем дальше и налево проезжаем дальше и налево проезжаем дальше тут прямо или налево прямо 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 и сейчас направо не забывайте выключить поворотник это наш второй автодром нам сейчас направо вот сейчас остановитесь сравняйтесь с серой машиной чтобы задняя часть автомобиля сравнялась да да примерно чуть-чуть тоже чуть-чуть подавняли с автомобилем по габаритам еще чуть-чуть сейчас мы будем делать упражнение которое называется парковка заезд в гараж задом тут упражнение в том чтобы заехать в квадрат который находится следующий после серой машины да не пересекая линии рядом стоящих парковочных мест вы должны заехать вот так чтобы у вас передний вот черта да которая вот правой стороны вот которая по линии грубо говоря да сравнялась с передним бампером то есть мы сейчас выкручиваем руль полностью в правую сторону и начинаем потихонечку заезжать выравниваем нет вот поворачивая здесь не надо ну в принципе в принципе вы уехали с первого раза то есть тут надо было просто прямо заезжать машина довольно прямо стояла можно было не выключивать или мне просто так казалось ладно хорошо теперь едем направо выезжаем и после поворота сразу устанавливаемся перед стоплением нет вот сейчас налево и перед стоплением останавливаемся ага перед следующей стоплением все я поняла да видите стрелочки да у нас к сожалению нету конусов поэтому мы используем это как змейка мы едем от одной стрелочке к другой стрелочке выполняем упражнение змейка начинаем прошлое тут можно не включать повороты просто выполнять упражнение здесь можно да здесь можно просто выполнить упражнение и стараемся держать минимум на разную скорость закончим упражнение теперь налево можете по-любому в радиусе так и едем вперед останавливаемся и делаем разворот в три приема то есть мы должны уложиться в эти две полосы движения поворот полный влево остановить перед концом дороги получается перешивая потом выкручиваем руль вправо едем задом и разворачиваемся делаем полный разворот до конца так хорошо руль влево можно тут тоже не показывать поворот о да спасибо все могу выполнять да да остановимся теперь все правильно делали выкручиваете вправо разворачиваемся простите я иногда вас не дослушиваю и начинаю торопиться да и теперь выезжаем на правую поворачиваем направо выключите пожалуйста левый поворот у вас правый все еще горит а правый я сейчас включила да а на автодроме можете не включать я стараюсь чтобы это стало привычкой знаете хорошо хорошо тогда давайте это хорошая привычка давайте ее придерживаться уважаем уважаем едет вперед едет вперед пока я не скажу куда поворачивать иди направо я так и знала разворачиваемся просто разворот просто разворот приехали подъезжаем едем прямо и подъезжаем вот справа мы видим две машины ближней к нам останавливаемся давайте чуть-чуть чуть-чуть назад дадим и прям поближе к ней подъедем поближе но не заезжая теперь мы будем делать параллельную парковку ой нет только не параллельная парковка право и заехать вот как вот стоит этот автомобиль задом заехать вот вот так хорошо что-то не очень давайте ее еще раз да давайте еще раз мы не должны выезжать за пределы то есть мне нельзя на соседнее парковочное место заезжать да только ваш квадрат и всю дорогу я постараюсь медленно это сделать мне кажется у нас опять не получилось давайте я покажу нужно сделать это за один прием да без вот этих вот да если хотите я могу показать да давайте сейчас я вам поставлю на исходную ну кто же как кто ее так делает нужно короче она по-другому вообще делается сразу сразу предлагаю вам делать следующий момент вот отъезжать назад примерно вот так и вот отсюда будет вам намного проще и он реально не зацепит эту разметку у меня получилось ну ладно все пробую все в порядке да 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 все хорошо хорошо давайте я просто хотел поставить на исходную я прочту потом личку на твиче у меня такой увлекательный урок вождения где-то так да 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 вы уже вот чуть-чуть назад не сдаете там чуть-чуть стоп еще чуть-чуть просто для понимания и вот здесь начинаете выворачивать вот много давайте вернемся вернемся мне кажется вы с педалью газа не можете совладать никак что-то давайте еще чуть-чуть назад чуть-чуть назад там аккуратненькими легкими движениями теперь выворачиваете руль потихонечку едете еще еще чуть-чуть а теперь вправо ой вылево да так но я там кажется уже выхожу за границу ну то есть будь там стена да нужно еще давайте давайте это самое сложное наверное и ненавижу параллельную парковку ненавижу я избегаю 80 процентах случаев уже много заехать уже много заехали назад нам не хватит вот еще чуть-чуть вперед это вот с этого момента хорошо выворачиваем выворачиваем едем чуть-чуть назад еще и еще выравниваем нет еще газу чуть-чуть дайте просто газу нет давайте заново то есть там надо смотрите вы выворачиваете руль сначала едете вот делать определенный угол потом выравниваете колеса выравнивать продолжаю еще немножко ехать назад до до долга то например понятное так я чуть-чуть удобнее поставлю пробуем вот ведь прямо ты чуть-чуть еще чуть-чуть минус колеса не заходит еще даже теперь вправо 80 идеально практически идеально сейчас попробуй последний раз может получится да давайте нет ну что-то не то что-то не там а это было слишком только не говорите что у доктор и это получалось лучше выверните руль вправо и держите его не отпускаете и теперь нажимаете теперь выравнивайте колеса выравнивайте колеса вы едете еще 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 не подруливаете а теперь выворачивайте в обратную сторону что-то не получилось так не надо отпускать руль да наверное в этом проблема я поняла блин это же кнопки я пыль лишь я отпускаю кнопку вот я поняла в чем было дело я поняла что я делала не так вы нашли мою проблему да да так нужно это закрепить или кстати скоро бензин закончится но не очень много осталось подождите я кнопку отпускала блин я думаю почему не выходит но я же я же не настолько прям уж кажется мне кончилась не заправился сейчас сейчас проверю нет я у меня вроде в сумке канистра тоже была там проверю у меня просто кончилась канистра получилось все полный бак так теперь давайте просто покатаемся попробуйте свои упражнения которые мы делали что вспомните если что я вам подскажу да начинайте акцию вот я я а и и вот и и и и и ну и пробуйте так ну хорошо что и на самом деле я вам сейчас показал последовательность как будет на экзамене я конечно перед экзаменом я вам повторю я хочу я пытаюсь помнить я заезжала как в гараж да как в гараж и или да нет кого можете любое другое место выбрать для вам нужно сравняться задней частью ой чили большие заехала ровно да но перестаралась да мы выберись заднюю стенку нашего гаража и кажется чуть-чуть поцарапала машину так вы же разрешите пока поле покатайтесь пока поспоминай хорошо да пойду фигачить параллельную парковку она ужасная ужасно ненавижу мало мне в жизни я еще в игре буду у меня поворотник там так включил ну поехали назад выкрутила руль это я слишком быстро все дело медленнее медленнее так почти же а я опять я петруль отпускаю я поняла я опять отпускаю руль я просто же привыкла эту фигню делать я опять руль отпускаю нельзя отпускать руль чуть-чуть назад поехали поехали теперь выравниваем теперь ладно неужели у меня один раз получилось случайно не может быть не может быть ненавижу параллельную парковку она меня здесь нашла я не получу права никогда да ну вот такой так не бить машину не бить не бить не бить машину еще чутка чуть-чуть назад нет я наверное сильно я сильно заехала надо было раньше выровнять как вы это терпите господа вы любите когда другие страдают почему вы еще не разбежались последние полчаса если не час я воюю с этим так приготовилась приготовилась поехали чуть-чуть назад руль до ой куда я вылезла не не там уже все заправили руль до упора ближе к машине ставь когда параллельно делаешь да я вам сейчас покажу как вообще я делаю короче смотрите смотрите и учитесь щух-щух едем нам нужно жопку закинуть как бы внутрь поэтому мы делаем так вот чуть-чуть сюда чуть-чуть буквально немножечко потом вот сюда сильнее надо было да потом вот сюда потом вот сюда ну выкорчу ну ничего не получилось в общем потому что это не как в жизни потому что эту машину не чувствую сейчас короче смотрите еще раз сейчас получится так еду-еду чик чуть-чуть сюда достаточно чик вот жопку закинули теперь заезжаем теперь заезжаем вот так вот-вот почти идеально только что ну короче только если бы я на газ так сильно не нажала вот я ее не чувствую старая развалюха вот в чем суть еду-еду-еду-еду-еду чик носиком ну это я может быть чересчур сделала носиком а это поздно начало выравнивать ну ничего-ничего лучше по линии вставать тогда получится так рядышком рядышком становись вот вот еще чуть-чуть по ты не старый развалюха так поздно-поздно-поздно-поздно начала выкручивать обратно сейчас тупо просто запомню где что у меня должно находиться на виде сверху так ну почти почти попробую другую тачку заднеприводную да уже поздно я думаю тачку менять я сама эту выбрала о может так поближе к нему встать так будет проще не нифига не проще я опять руль отпускаю так надо ближе чуть-чуть к нему оп если бы не отпустила поворот стало бы сейчас идеально наверное да я постоянно руль бросаю я все еще воюю с этой парковкой проблемка много-много-много можете начинать сначала выворачивайте, выворачивайте, выворачивайте руль полностью с другой стороны не получается так выворачиваем полностью все, прямо давайте еще раз хотя давайте попробуем давайте попробуем выворачивать выворачиваете в обратную и хорошо хорошо ну почти почти это это не критично хорошо давайте еще раз попробуем не как только заднее левое колесо заехало на линию выворачивая руль так так вот сейчас на советике из чатика отлично голос мой в голове тут точно должен быть водитель со стажем который эту параллельную парковку щелкает выворачиваем когда скажу стоп стоп прямо чуть-чуть прям чуть-чуть стоп и теперь выворачиваем обратно спасибо тебе лицист отлично я поняла кажется ну да многовато газом газом давайте сейчас еще раз попробую идеально сделать сейчас я тебе поняла как ты должна выглядеть на виде сверху выворачиваем стоп немного многовато опять газа очень медленно вот прям знаете вот прям на педаль нажимаете рывками прям маленькие рывками она будет очень аккуратно ехать а прям быстрыми но маленькими рывками поняла так стоп выворачивайте опять зажали опять зажали опять зажали это это же привычка вот что значит какое-то время неправильного вождения до стоп стоп выворачивайте а вот чуть 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 надо просто чуть чуть назад все стоп выворачивайте аккуратненько аккуратненько давайте 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 идеально в принципе хорошо все не обязательно прямо прямо мы встали мы никому не мешаем мы на парковке все хорошо у вас ангельское терпение так ну что ж еще раз попробуем или дальше да я думаю дальше дальше попробую заехать в гараж вот тут давайте налево чуть-чуть проведем сравняемся с черной машины который между чуть-чуть назад с этой машины до поняла давайте заезжаем прям так же аккуратненько заезжаем тихонечку не торопясь это не получилось да я прям на линии мне нужно со своей полосы заявить давайте ну то есть да обязательно со своей да хорошо давайте потихонечку потихоньку отлично проходим проходим верю в управу все хорошо отлично все выезжаем направо направо можно чуть-чуть пораньше начинать разворот едем вперед поворачиваем налево останавливается у стоп линии налево у стоп линии радиус неправильно берете давайте да мне надо пошире было радиус о я не беспокойтесь на самом деле вот все здесь автомобили это они все застрахованы и больше как муляж стоят кто может не беспокоиться на этот счет угу давай едем и по большему радиусу поворачиваем и устанавливаем все стоп линии все стоп едем по змейке стараемся держать скорость направо сейчас и поворачиваем стоп линии должны налево я покажу давайте я покажу как мы должны в идеале сделать змейку хорошо да спрячь ты уже свою канистру муляжные автомобили да как настоящий город площадочка муляж сигнализации у него так ловко получается я поняла мы остановились и все и вот так вот встали перед стоп линией поняла то есть вот это вот идеально угу так же в обратную сторону если вдруг вдруг я попрошу вас в другую сторону вы еще не устали? нет я не стерпала еще время занятия у меня вопрос господи господи сейчас мы похоже будем ждать полиции ну мы будем ехать а если подъедет полиция ну мы все объясним да аренда на вас сразу стоит давайте так ну у меня почему-то тоже сработало какой-то да 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 потому что я сел на ваш так змейка змейка да 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 ну ну плюс ну плюс они знают что есть автодром старайтесь не заезжать за пределы дороги я на обочину выехала да пару раз давайте вернемся еще раз или прямо отсюда начнем давайте ой опять заносит да 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 я объясню для чего мы все это делаем допустим у всех змейки если вдруг нам надо будет объезжать какую-то машину в экстренную дату это нам очень сильно поможет но при этом мы не заедем на тортово да не собьем какой проход прохожего который слушает музыку какой-нибудь же мараквай да что-то я все равно не остановилась там где ну ой как не зайду стрим падать в городе конечно там опять упал даже больше так я кажется последнюю стрелочку схалтурила да давайте в обратную сторону вы также есть потихонечку нажимаете дайте не разгоняюсь дайте повторим еще раз остановились и теперь возьмите не волнуйтесь хорошо хорошо теперь выезжаем на дорогу но спасло его на полосы движения есть останавливаемся и делаем разворот 3 приема так что он работает хорошо это у вас очень хорошо есть еще какое-то упражнение которое вы хотели бы повторить напоследок из тех что на початке нет я думаю что все вроде бы все понятно да давайте возвращаться на подром первый там мы закончим и там мы закончим первый урок у нас как раз подходит так и скорее всего своими ездили 6 45 минут да вы заметили очень быстро время пролетает когда сосредотачиваешься начать а где выезд справа там на на право да на право я чуть-чуть на встречку выехал даст налево собраться были будем соблюдать небольшие правила сейчас налево поворачиваем налево и перед знаком стоп мы останавливаемся так пропускаем мысленные мысленные и поворачиваем налево я забыл еще одно упражнение вру поворачиваем направо и это будет последний нашел хорошо поворачиваем направо всех пропустили запомните вот правило никогда не разворачивайтесь тоннель даже на учебной трассе если вас попрошу здесь развернуться ни в коем случае не разворачивайтесь вот это вот собственно у нас тоже эстакада да ставится да вот мы остановились и теперь поехали она проще она проще чем да здесь легче продолжаем движение а смотрите стоп все я нашел видите вдоль озера вот этого небольшого пруди когда так у нас идет проселочная дорога я хочу чтобы вы сейчас по этой дорожке прокатились как можно стабильней скорость держать 40 километров примерно и как можно аккуратней и как можно точнее держаться именно по дорожке так последний упражнение хорошо я могу съезжать прямо здесь или есть можно здесь прямо здесь я надеюсь не утоплю нас в озере не переживайте вы если что дергайте ручник инструктор садист не этот инструктор шикарный просто шикарный мне есть чем сравнивать что прошу прощения тут так громко гравиш чуть 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 уверен это упражнение чтобы также почувствовали как машины видите на поворотах вот хорошо получается давайте еще закончим этот кружок я думаю достаточно скажите вы приехали на своей машине да надеюсь она все еще там а хотя она как раз она куда-то делась я отвлеклась когда оставила ее на дороге так выезжаем на дорогу да да выезжаем и возвращаемся на фото в принципе это упражнение у вас очень просто на экзамене его не будет с разбора это просто упражнение чтобы вы почувствовали здесь нужно развернуться чтобы вернуться да ну да вы можете вперед проехать там развернуться можете здесь развернуться если хотите ну здесь двойная сплошная это хорошо что вы замечаете да блин тут так можно получить права в GTA и можно идти сдавать в реальной жизни и выезжаем прям видите ага прям да выезжаем направо ну прямо и направо так поворотник никого нет кто то есть пропускаем мы можем ехать прямо 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 и сейчас направо и да так если у вас сейчас едем до конца до парковки я так понимаю вашего автомобиля здесь нету да нет нет но он был поврежден возможно его забрала страховая хорошо тогда я думаю что вы можете добраться на этом автомобиле до гаража где вам надо будет и сдать его там а то есть его можно там оставить его сюда привезут я поняла да 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 хорошую я буду очень переживать на экзамене чувствую да и переживайте все хорошо живите я довольно спокойный человек да я буду вас иногда подлавливать пытаться вам надо будет быть аккуратно следующее занятие будет в городе ведущая будет в городе следующие занятия начнется с того что я проведу вас по участку где мы будем проводить урок объясню некоторые вещи и после этого только вы сядете и поедете хорошо что школе рад был вам преподавать сегодня хорошо спасибо большое нарушаете возвращайтесь поскорее к марии мне уже неудобно перед ней что я вас так надолго разлучила всего доброго всего добра полин есть какие-то источники дохода сейчас что что за вопросы вообще и это наверное еще неприличнее чем спрашивать у женщины паровозов так едем по правилам едем по ура тут прерывается разворот в три приема подождите я все делаю как меня научили все как меня значит какой же он молодец как какой же добрый даже добрый инструктор просто всем бы таких инструкторов пол как он может вообще после прохождения такой школы как он может нарушать правила он продолжает ездить как попал и нарушает после такого вот обучения ну так чё там чё там учитель далеко уже можно ехать как попал теперь можем сбивать пешехода по правилам есть много других неприличных вопросов на тебе не стоит их слышать да я буду закрывать глаза на все неприличные вопросы так блин я чуть не прозевала светофор как там он меня учил вот так ехать можно плавно вот так вот так вот если поспамливать по газу можно ехать аккуратненько поворотники научили пользоваться куда я еду куда я еду если мне нужно в гараж к себе значит мне здесь нужно налево значит нужно перестроиться видел бы меня мой учитель как и перестраивать пропустите пожалуйста только сейчас узнала что мне налево правда я только сейчас осознала спасибо а вот здесь одна полоса ёма вот это попадалого вот будет такое на экзамене и все это будет такая печалька плавный поворот направо вот так аккуратненько аккуратно да вы что ругаетесь не ругаетесь мне пешеходы я же вас не давлю вообще я за все это время ни одного пешехода не скорость нельзя фиксировать можно включить климат-контроль по идее климат круиз контроль крыс контроль тогда скорость будет фиксироваться на уроке меня учили чувствовать машину поэтому мы не включаем и это наверное правильно потому что мне потом еще это сдавать поэтому я сейчас отключу это дело и буду стараться все я осознательный ученик как вообще на этих серваках играть что захотелось пойти в школу вождения не так просто на самом деле это закрытые сервера сюда попадают под приглашением можно написать администрации мэйзинер мэйзин рп вот там видите в уголочке написано мэйзин рп ру можно написать рассказать о себе все такое если вы стример там все свои каналы рассказать про своего персонажа все дела и может быть вам повезет а новая девушка доку стриме ну конечно стриме все ты уходишь к ней она тебя покорила своим ладно я не буду это продолжать зачем я об этом подумала у меня был такой хороший урок вождения все было так замечательно ей думать забыла о доке но я спросила пару раз я пару раз спросила о том лучше ли у него получалось и поняла что лучше ничего поли хейтер да ладно да ладно это же любят я ребят сразу кстати предвещая возможные вопросы должна уже сейчас сказать что если есть какие-то внутриигровые конфликты то есть типа там вот мне там и персонаж не нравится там потому что да по каким-то причинам это совершенно никак никогда не отражается на общении между стримерами вообще то есть мы все у нас существует какая-то солидарность наверное по отношению друг другу никогда никакие подобные вот конфликты по рп не могут выходить за за пределы рп это чтобы вы не перекладывали отношения внутриигровое на отношения просто между разными стримерами хорошо все я могу здесь теперь поставить эту тачку поставить она не ставится почему хочу не хочет ставится ну пустой все пожалуйста завтра игорь в город приезжает а я буду полтора часа ездить по городу не знаю может на послезавтра отложить второй урок не знаю не знаю нужно хорошенечко подумать так насколько моя удобнее в управлении ну мне на своей конечно удобнее скорость держать удобнее все таки машина наверное тоже имеет значение я на своей сразу сразу себя чувствую намного увереннее я привыкла просто к ней а нет не намного увереннее упс я сказала что намного нет совсем чуть-чуть тренировать упражнения и здравствуйте 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 здравствуй шмыгик кстати кто не понял кто то есть среди вас те кто не знает кто этот инструктор многие многие из вас точно должны помнить бешеного зайку еще со времен прайма мы с нами знакомы он просто талантливее человек отличный художник и поет замечательно все приехал ну и денек был ну и денек да наверное и все или не все или еще полчасика покататься по городу это он да так Skip да бешеная айка нет радио ничего ChiCloud твоя Я секунду отвлекусь. Эй, мое любимое кантри радио, потому что я какая-то селезка не одессана по сравнению с этой красоткой на шпильке. Это был зайка? Да, зайка. Не знаю, стримил ли он сейчас, если стримил, то можно от его лица посмотреть. Он на сервере проводит здесь очень много времени. Мне приходит перекрикивать музычку чутка. Очень много времени здесь проводят, я не думаю, что он прям все время стримит, может, какие-то ключевые события, когда что-то интересное происходит. Сейчас не знаю, был у него стрим или нет. Куда я еду теперь? Куда я еду? В полицейский участок. В полицейский участок. Я же хотела выяснить насчет штрафов. Нет, фонаря, интересно, штрафы придумывают или все-таки есть какой-то приз-курант. Ой, я столько сегодня фейлила. Он, наверное, не расстраивать не хотел, поэтому сказал, что я молодец. Ну, я так много фейлила вообще. А, там зеленый живот, я вся никак по себе не передаю. Будет еще один очень нервный урок в городе, потому что я буду очень переживать, там же уже настоящие будут машины, не муляжи, настоящие машины, пешеходы. А потом экзамен, экзамен, это же ужас. Это же ужас будет, экзамен. Так, это моя полоса, что-то я не поняла, в какую я должна была. Во вторую должна была заезжать, во вторую заехала. Все, все правильно. Вливаемся, вливаемся в поток. Хорошо. Еще чуть-чуть, и я буду. Он стримил РПНС-вый канал, но это было неделю-две назад. Значит, да, значит, то, что сейчас происходит, он не стримит. Сейчас, видимо, просто для себя, ну и для всех присутствующих на сервере. Ой, они с Марией такие милые, и они меня не раз на самом деле спасали. То есть они как раз здесь в службе спасения, и доктор Пол Сильва тоже спасал. Не раз. За что я, конечно же, ему премного благодарна. Но Джейби с Марией тоже постоянно меня вытаскивали из передряг. Ух, х 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 х. Зеленый, зеленый. А в итоге музыку выключила, но все равно все жестче со мной что-то напеваю. блин а это уже чисто в ней внеигровые привычки то есть я обычно просто привыкну тоже за рулем что-нибудь напевать и это как раз на моего персонажа накладывается отпечаток каких-то моих привычек снежок привет спасибо спасибо инсайзе за такую езду я бы давно выкинул тебя без машины ой флакс тебе бы только поглубиться бы над женщинами конечно никто даже не сомневается ты бы и без повода тоже все равно бы выкину хорошо хоть не 10 занятий представляете насколько можно было бы тогда дотошно каждый над каждым упражнением сидеть чтобы выполнить его идеально вообще просто представляете неделя стримов автошкола и ну прям короче цикл такой цикл стримов автошкола я очень старалась кстати на удивление много людей до сих пор на сервере несмотря на то что уже довольно поздно все еду в полицию знаю размеры штрафов голос в моей голове ежастик просил выяснить ему это нужно для того чтобы его параноидальное желание соблюдать все 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 правила дорожного движения было подкреплено еще дополнительной мотивации в виде финансовых затрат которые мне грозят которыми он сможет мне постоянно напоминать о том что нужно себя вести хорошо спокойно так возле полицейского участка на удивление на удивление спокойно енифер тебя задушит какая не чем речь тут есть разрыв я вроде бы уже выяснила что разрыва здесь нет ну вот по разметке мне реально еще понадобится урок я до конца не понимаю разметку этого города чем можно ничего нельзя в плане разметки поэтому пусть пусть мне инструктора расскажет я буду это придерживаться видно же ты разворачиваюсь как положено разворачиваться я же ничего ничего такого не делал ну ё-моё псимом псим а как они вообще предлагают с этой полосы вот так сюда косо заезжать могли бы в другую сторону развернуть елочку все было бы удобнее ни единого разрыва мужчина 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 проснитесь мужчина вы меня слышите вы слышите меня господи это хоть не труп есть кто в участке капитан капитан неужели никого нет ну что это такое когда это больше всего нужно почему никого нет на месте да что что у нас за полиция если у нас под полицейским участком труп валяется ну может потому что он жив еще может нужно вызвать скорую нет я не узнал скорую потому что может док приехать я не буду не буду звонить скорую больше никогда я буду умирать но не позвоню неужели никого нет нужно вызвать полицию нужно вызвать полицию прямо на место может они где-то на вызове ну что ж теперь ждем теперь ждем может он жив да нет не похоже ох 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 ну что за денек что за денек все нормально тут не на что смотреть такие трупы травка автомат за гранат все что мне было может быть когда-нибудь незаконное все выложено в надежном месте при себе мнение ничего вызов мы принят или нет не приходило извещение о том что полиция едет или не приходила даже со своими ногами не могу совладать что уж говорить о транспортном средстве едет кто-нибудь почему никого не видно ну что водичкой побрызгать у меня есть с собой вода есть мне лучше ее выпить мне лучше ее выпить с правком прохождениями такой миссии можете уже можно выкинуть или она мне еще пригодится не хочу с собой носить ничего что могла бы мне напомнить блин съем фут-дог вообще мне надо конечно блин я прям над трупом кушаю какая же я стала циничная в этом городе просто кажется меня уже ничем не поронять где же полиция когда она так нужно что это происходит им нужно расширять расширять штат назначать круглосуточно дежурных ну в чем в чем дело прямо не ну кто мог принести труп прямо под вход в полицейский участок а если я уеду я я оставила вызов и уеду и они могут решить что я скрываюсь что я подкину им труп и скрываюсь я хотела бы подождать здесь написать заявление до написать заявление ну что ж такое нужно смотреть принят ли вызов да нужно смотреть это все время надеюсь что мне кто-то скажет откуда там музыка играет нет так наверное с проезжающий мимо машины это доктор пациента положил чтобы он здесь отсыпался что ли да не но он вообще не шевелится ну где же полиция неужели никого нет так друзья проверочка небольшая возможно там увы вы шутите 9 человек на сервере и шериф шериф должен быть на сервере почему никто не едет ну что такое ну я не всех знаю конечно мне кстати я настолько была увлечена уроком я даже не обращала внимание на телефон мне могли писать никто не писал я никому не нужно по прежнему никого не нужно со мной нянчатся только инструктор только потому что это его обязанность он за это получает деньги позаботься о себе сама поле труп не волкши может полицию строится на полставки конечно этому городу нужен герой но я же не могу разорваться я вот сейчас права получу буду ездить всех спасать скажите офицер какой размер штрафа за превышение скорости ага понятно а за проезд на красный понятненько а если в руки еду еду по 200 а на глазах все плывет от усталости конечно проезжаю на красный сбиваю рыжую пешеходку и док на велосипеде разворачиваюсь через двойную сплошную тараню три машины и влетаю в витрину магазина в багажнике у меня полкило пыльцы пыльца как поэтично бита и чей-то труб за это какой штраф полагается идеально идеально только доку я была нужна до того как я его отжил но я его не отжила я просто отказалась приезжать к нему жить потому что не пропорсетка какая-нибудь не то что это блин опять не напоминайте ну что что вы мне постоянно напоминаете об этом что вы мне постоянно напоминаете мы же с вами должны жить в симбиозе я и все мои голоса в голове мы мы же все стремимся к одному мы хотим быть счастливы давайте забудем раз и навсегда имя дока все и это его про фурсетки сожительницы содержанки все я не хочу больше о нем думать привет альпа альпака альпака пуп альпака пуп альпака пуп у дарья определенно пропадает писательский талант а может и не пропадает кто знает никто не отменял публикации в каких нибудь анонимных бордах там не знаю может и не пропадает нельзя такой талант закапывать первый пункт подкинуть пыльцу доку в багажник и намекнуть об этом полиции к сожалению доку есть чтобы мне рассказать в случае чего поэтому такой вариант не катит тут только или устранять совсем или пусть будет счастлив пусть будет счастлив пусть живет своей жизнью будет счастлив очень жаль что в этом городе мало докторов я хотела бы найти еще какого-нибудь так я слышала я слышала я слышала только что сирену полицейскую но нет никого кажется нет возникла идея вывести вылезти из твоей головы организовать себе тело и проникнуть в этот мир но потом подумал что слишком много действий да много ну попробовать можно короче никто не приехал здесь есть камера я подойду и помашу в нее что я здесь была ждала долго-долго где здесь камеры должны же здесь быть камеры видеонаблюдения а вот она вот эй вы и вы я стояла очень долго и ждала когда же примут мой вызов ну ко мне никто не приехал до я законопослушный гражданин и теперь я отправляюсь дальше по своим делам а у вас здесь труп интересно они звук записывают или нет мне кажется этого достаточно чтобы было понятно что я не нарушитель закона не преступник я хочу поехать в клуб если честно хочу поехать в клуб и выпить это так на меня не похоже о как я удачную отъехала с дороги вот человек опять же не помешало все до клуба не а нет вот же мы клуб я путаю путайте обозначение мне в итоге нужно разворачиваться так поворотничку не забываем не забываем разворот я буду делать не в один заход к сожалению конечно нужно в один делать на перекрестке нужно взять себе траекторию просто что на красный поехала это мне сигналит за то что я поехала на красный я больше не буду камера звук не записывает на смысл я передам слишком серьезно чтобы делать это чертя голову о я опять задумалась о такси такси мистер такси 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 что-то там 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 есть такая корейская песенка но я не помню слов уж точно я не предатель я разведчик предатель кто предатель кто предатель ты баночку рогачевский уже приговорила не так я уже что я третью же светофор пропускаю кто предатель я еду в клуб проверить как там дела и чутка накатить конечно да потому что день был почему предатель почему предатель ты сейчас твой рп все-таки существенно получше чем в первые дни да я послушала то что было в первые дни ребята такая жесть я там пищу не своим голосом и ну в общем потому что я никогда раньше этого не делал все вы поняли мне стыдно но я все равно мне стыдно это пересматривать но я понимаю что это опыт который мне очень хотелось получить вот и даже я должна признаться что на других стримах других игр там например когда стримы ведьмака я как-то уже начинаю что-ли по другому смотреть на внутриигровую ситуацию может быть именно этот опыт позволил мне понять что такое как-то больше сопереживать герою и выстраивать ему какое-то логическое поведение что ли в зависимости от того как он там себя проявил а что это за баба а что это за баба новая таксистка ого меня обвиняют в измене кто кто тебя обвиняет в измене что я пыталась перестроиться ну что за люди живут в этом городе я же стояла здесь три часа и мигала поворотником но очевидно же было что я прошусь в эту полозу вот нахал я своих работяг сюда отосла спасибо так что там о предательстве я и так и не поняла вообще что это за наезды снежок я же тебя не сдавала никому ну-ка я позвала полицию когда когда ты тонул но это был вопрос жизни и смерти я презвонила во все службы медиков полиция вообще момент конечно был ты начинаешь проникать ролевыми играми давай гляди скоро будешь без смертей проходить за эйдж оф чего там фоллоун 2 чего как раз ничего не поняла какая-то абракадабра в моей голове явно голос какого-то геймера я с такими сталкивалась сталкивалась я же когда что когда я преподавала основы медицины в старших классах конечно я общалась с молодежью об их этих играх всяких разных да даже сама кое-что кое во что играла да меня обвиняют предательств вот кто меня обвиняет что я дезертир а персонажа твоего как зовут что попробую рассудить давай инсайз давай до завтра что там ко мне какие-то разборки ну вот а я что а я просто поехала в школу права получать ну как без прав по городу ездить ооо сколько же мы стоим ты не поняла я дезертировался с чата а так это не мне было о предательстве все норм отлично я поняла теперь а тут думаю блин в чем уже меня пытаются обвинять то меня обвиняют в кокетстве воле обвинить в кокетстве ну как так вообще она она просто со всеми вежлива она старается чтобы люди которые ей помогают чтобы они понимали что она им очень признательна она одна в этом городе пытается как-то встать на ноги город полной опасности если кто-то проявляет какую-то доброту ну конечно же это заслуживает хорошего отношения а это принимают за кокетство люди вообще не понимают как девушки кокетничают как это выглядит то есть то есть что я радио бычок чтобы не туду дукать по дороге как сложно да да сколько людей на сервере осталось в данный момент восемь включай меня как это выглядит научено чтобы мы так не ошибались я же не могу вам продемонстрировать то есть использовать поле для того чтобы демонстрировать вам как выглядит вот кокетство я не стану что тебя удивляют что люди смотрящие в субботу вечером стримы в интернете не знают как кокетничают девушки да нет на самом деле там недовольный был только один я не знаю на стриме в данный момент или нет человек который ворвался в данный момент он не на сервере но завтра будет по-любому то есть он тоже подключается ко всей этой движухе он и у меня на стриме сидел вчера по крайней мере точно как раз вчера это говорила потом уже пошел к полу сильве на стриме сидел и там все все я разогналась все все по губам за такое все это уже совсем 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 что-то не рп все у нас я просто засыпаю простите придерживаемся придерживаемся плана вы голоса в моей голове а я просто уставшая и еду в клуб чтобы немножко выпить и лечь там на диванчике даже несмотря на то что у меня есть машина старые привычки ой машина смысле есть квартира или доехать не как я потом доеду до квартиры но если уж я еду туда выпить то понятное дело что я никуда не поеду и тут разве что призвонить в такси чтобы меня забирали отвозили домой ну как вариант если есть в этом городе живые таксисты то я могу чутка выпить а потом вызвать такси и поехать домой да у меня же теплая кроватка почему мне осталось и на диване достаточно уже достаточно лет на этом диванчике ночевала все снова упомянула его имя точно по губам за такой все все никогда больше не решено решено у тебя разве ничего нет с собой я же действительно я могла бы у меня с собой в сумке как раз есть часть продуктов для бара нашего я могла просто в машине сесть нет действительно у меня при себе даже что-то есть и совсем об этом забыла заодно проверить ческак дела в клубе чтобы все деды не спокойно нужно смотреть что там внизу женщина я уже не первый раз вас выгоняю из этой комнаты послушайте меня пожалуйста хорошо ну давайте мы договоримся это служебное помещение и вы не можете здесь находиться пройдите к двери женщина я очень вас прошу у меня был такой сложный день по-хорошему покиньте пожалуйста помещение вы меня игнорируете может вы все таки выйдите отсюда ну а по-хорошему нельзя было вечно нужно угрожать я собираюсь выпить сама ой так что там у нас с собой не ну водка совсем как раз еще осталась бутылочка пила не она просто не в в в в в отличная квартира у меня право скоро будут и вообще не все замечательно на самом деле надо что-то решать с ванильным единорогом а все почему потому что это в итоге очень рискованное мероприятие мария мне не звонила ничего не сказала но я не хотела ведь дергать из этого зачем я слов не знаю песни хорошие что поделаешь правда есть какая-то про фурсетка нет я не хотел об этом больше вспоминать все никогда не нашел себе содержанку таки пойду куплю котенка и лучше подберу беру какого-нибудь бездомного рыжего котика рыженького такого хорошего под дождем найду я его принесу домой нальем молочка и и вот будет кто-то кому и нужно тогда я буду приходить домой он будет радоваться и мурлыкать буду кладить его и и все вокруг будет становиться хорошо надо ехать домой я потому и нет я не буду принимать свой вызов я надеюсь что есть в этом городе таксист которому я нужно и так взять себя в руки все бодрячком 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 нормально так я я же лицо клуба в конце концов я администратор я лицо клуба я должна так наборчик не падаем не падаем простите простите ничего личного ну куда он побежал ну я же не такое страшное что даже ты убиваешь даже ты убиваешь но уже так светло сколько же я там просидела то и куплю себе целцы козрублю халабуды назову его доком тайну все факты буду а этого есть мотив я бы спела привет поле еще и привет рада видеть тебя а тебе куда мне домой ты же знаешь где мой дом ну поехали куплю заведутся козрублю халабуды назову его доком тайну всего ты буду отлично как день ухо я я записалась в школу вождения у меня был первый урок у меня очень терпеливый инструктор должна сказать ты планируешь тоже сдавать экзамен получать да я уже встал в очередь вот я пришла тот урок который на площадке проводится мне предстоит еще урок в городе чтобы на таксистов с этим получить ну да да будешь проходить школу экстремального вождения о обещают такую сделать да я не знала нужно наверное же начинай я вроде бы должен быть инструктором даже ну ты мне тогда если не сложно ты мне мои книги когда будут открывать эту школу и я удар в очередь сразу тогда конечно конечно мне бы еще школы без аварийного вождения над ладно а это не ко мне значит это все джейсон 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 это кто напомню джейби джейби я его всегда называют джейби и забываю полный джейсон бакстерстет ты запоминаю тебя ну да я помню практически всех что ты хотел спросить ты засыпаешь ведь дома там там есть проблемы с лифтом утром да да утром всегда есть проблемы с лифтом я тебя понял да да как у вас дела с ними кажется она тебе понравилось с ними нет как-то без разницы да ладно серьезно но ты точно понравилось но я заметил да я думал у вас 0 может что-то получится но вы вроде бы пока вместе тусуемся хорошо все-таки я ее еще плохо знаю даже не ну что ж я тогда пойду спасибо а подожди сколько я тебе должна ежи такси вызывал несколько поле ничего не переживай я буду тебе должна я тебя подвезу как нибудь хорошо о слушай вот знаешь что у меня что-то обязательно у меня арбузик есть как обычно я тебе давай дам арбузик вот скушает ольга спасибо больше ну все давай удачи тебе давай спокойной ночи пока ой сплетни пошли да чё сплетни пусть все в этом городе буду счастлива поскорее я буду домой короче я через гараж домой поднимусь все флиртует же ну ёлы и палы да ну какой флир чисто дружеское такое общение я интересуюсь его личной жизнью ну какой флир ребята вы ничего не понимаете это просто вы не знаете как как это когда флиртует потому что вот тогда уж наверное действительно сложно устоять все на сегодня подкатывай свои шары к таксисту он вроде нормы пацана блин хоть хоть бери и реально проводи стрим по отношениям и по всему такому о чем так ребята просили но я конечно не стану на эту шаткую дорожку нет нет даже не просите раньше док собли на кулак наматывал теперь ты возьми себя в руки тряпка вот этот голос мне нравится завтра будет новый день и я обязательно буду держать эту мысль в уме все я больше не буду киснуть может иногда чуть-чуть когда идет дождь я буду сидеть с чашкой чая так все все мы же тебя теперь не слезем да не ну ну все тут блин вы же не маленький ну короче все все кто маленькие все должны были же отправиться спать ну серьезно надо отличать надо отличать я посмотрела записи и чё кошмарика что-то почему эта дорожка шаткая но очень это такие темы затрагивает это вообще очень неоднозначно всегда на свой страх и риск можно прям бурю хейта поймать и какие-то ну такие конфликты развязать где в принципе нет того кто прав вот это щаски не вертутся в каких местах а те кто те кто знают как тебя молчат да так чё кошмарика чё там записи такое вот конкретно каких эпизодах ты же хотела хейта вот сто процент это стопроцентный вариант потому есть темы которые я просто стараюсь особо не затрагивать на стримах тут я об этом говорю только исключительно за того что это постоянно всплывает в рамках сюжета и постоянно находится кто-то ты с тем флиртуешь ты с тем да нет же нет то есть вот при всем уважении к марии и джейби к их истории правильно вот но он настолько к себе располагающий человек что конечно ты с ним общаешься хорошо по-моему в вашем понимании девушка не кокетничает и не флиртует только в том случае если она себя ведет как стервозно или супер холодно напыщена это получается какая-то ложа посвященных получается да фурсетка ну да это на самом деле вот отыгрывать даже такую ревность это очень прикольно потому что я с таким не сталкивалась но наверное со времен школы выпускного класса школы наверное прям с таким потому что я счастливый человек в том плане что сережка мне никогда не дает повода для ревности вот и это забавно очень забавно если есть какие-то еще вопросики давайте быстро обсудим и все спать еще водичка осталась там ты его сама зафронзонил ты отказалась переехать к нему жить елки-малки все значит зафронзонил короче надо надо ой 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 все ой все я тогда тоже буду туриент в динаме скажу математика положу посвященных идите в монетарный вуз и на то что хочешь чтобы я тебе прям лекцию на эту тему проводила ну здрасте есть что в планах на ближайшие дни или как получится завтра по-любому будет детей причем возможно начну я раньше возможно начну часов 6 вечер 6 7 там как выйдет на самом деле все прикольно весело да это такой веселый степ и мне кажется дико интересно от лица других участников посмотреть ну я кажется к сожалению далеко не все стримят конкретно вот происходящее какой мод нужно скачать для того чтобы играть в рп ну как это не мод это отдельный клиент 5м и там есть сервера открытые на которые можно заходить и играть есть англоязычный есть русскоязычный но там в большинстве не все равно нужно подавать заявку попадать в вайт лист и я не верю насчет голосового чата как он там присутствует или нет что я по ним не ходила и не проверяла вот конкретно от этой команды разработчиков вот и мазин рп у них два сервера я нахожусь на первом поле вообще собирается залечивать свое сердце и искать новую вечную любовь ну не знаю от солоскин серьезная когда в рп вообще ввязывалась и думала какой мне будет персонаж мне мысли не было завязывать и какую-то романтическую линию вообще то есть я думала что весь сюжет будет построен на чем-то другом но это романтическая линия сама почему-то берет и находится вот никуда от этого не денешься и тут уж по-любому ты либо отыгрываешь какую-то черствую девушку который реально какой-то сдвиг и она вообще не реагирует на подобные вещи или стараешься сделать это ну как-то весело правдоподобно если можно вообще какой-то дефис там поставить весело правдоподобно вот плюс один за ведьмака когда ведьмака да пройдем подождите я начинала стримить ведьмака и говорила что я вряд ли его всего вообще достримлю потом склад что ну и постараюсь пройти основную сюжетку точно не говорил что это будет прям какими-то семимильными шагами сейчас да рп отнимает много времени на стримах потому что если я начну делать большую паузу заходить сюда там пару раз в неделю между другими играми но вы сами понимаете я пропущу вообще все что там происходит ничего не буду понимать в итоге просто уйду из этого проекта потому что не буду вообще значит что-то 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 творится буду себя чувствовать очень некомфортно со школ значит а третий помощник не считается дарь и ну третий помощник это шутки шутками все то что я говорю про реальную такую вот ревность которую я испытывала из-за чего действительно сердилась вот это было да это было наверное выпускном классе у меня бита как раз ну вот теперь ты ты попросила и все теперь как-то неловко будет бить пусть серёга начнет играть с тобой в эту игру и там создадите еще одну виртуальную семью успех 100 процентов тогда все подумают что я притащила серёгу играть для того чтобы мой персонаж как бы не была сама муж курсе про романтическую линию да и как раз пор так но тоже ну в шутку конечно но мне кажется он отнесся бы с неодобрением если я бы там прям хуто роман закрутила в рп даже как тянулась современный вов он тоже так людей держал нет но это конечно это временная затея то есть определенно в какой-то момент уж надо есть просто будет спад вот это надолго не очень интересно знаете если бы если бы алена с игорем ушли и сказали что все они уже вернутся то для меня наверное было бы вот продумать себе все-таки какой-никакой сюжет какие-то ключевые точки вот его отыграть и уйти но так как они сейчас возвращаются мне так интересно я просто знаю что они очень талантливые ребята что-то генератор идей и мне так интересно за этим под наблюдать то есть конечно я хочу посмотреть и быть в первых рядах то есть присутствует прямо на месте события интересно на вот надо же было нам появится прям перед автошколой это судьба как мы столкнулись в магазине одежды и жаль что это было не на стриме блин персонажа была бы просто шикарная реакция я я очень жалела что все это случилось вне эфира это был просто топовый момент топовый получается когда поле впервые увидел эту барышню и вот все наслоилось то есть док тогда еще спрашивал типа ты живая типа или можно не ехать типа с таким посылом потому что типа отвез домой ну все типа мне пора пора типа там вызов вот это все как бы вместе складывается и просто взрывной коктейль вышел до у док вроде тоже девушка есть он по рп так себя ведет но ты только неоднозначный момент то есть это во многих парах мне кажется такое может действительно не понравится что даже в рамках рп чего-то такое куты какой-то романчик там начнут отыгрывать я думаю да а я думаю куда он уехал вот и я мета инфу слила то есть он тебя типа оставил типа мне надо по делам поехал помог поле быстренько ее отвез домой только на все и я это топич идея у меня прям топич идея есть не ладно это слишком это сложно будет блин но идея же но но нет блины во что тогда рп скатится блин я такая мысль но я вам не скажу чтобы не портить какая идея у меня муж есть как бы рп к этому никак не относится но я говорю очень разные отношения тут нет типа правильного варианта типа к этому нужно ревновать или к этому не нужно ревновать это у всех какое-то личное отношение к этому и между собой вот как бы люди понимают что можно что нельзя два фронта так тихо-тихо ты в дискорде есть все блин ну практически уже все спалили теперь теперь не сработает он же тоже потом записи погляд так на сексу все молчим все ты сейчас используешь прием чем занять идиота заинтриговал и морозишься ну короче надо в дискорде добавится списаться и может ничего по прикольнее придумаем так чтобы прям всех удивить кто знает кто так зачем вас уже удивить если уже по моему в курсе всех возможных вариантов развития этих коварных планов вот ну или бросить мне всю эту затею путь поле занимается делами серьезными с клубом конечно как-то по дурацки вышел с Антонио вот поговорили в итоге в стрип клубе там какой-то оборот денег свой а я-то хотела из него сделать но там чуть ли не театр кабаре все не будет у меня театр даже театра у меня не будет убей всех точно удивишь и сразу в черный список никогда больше на сервер может я знаете как там отыграю какую-то сюжетку своего персонажа а потом вернусь там спустя какой-то перерыв уже с другим персонажем хотя мне кажется тяжело будет потому что тут уж для контраста нужно взять какого-то такого очень отрицательного а отрицательные персонажи они самые сложные то есть когда ты каких-то более-менее плюс-минус адекватных да чтобы не говорить адекватных плюс-минус адекватных персонажей отыгрываешь ну так что проще а чтобы сделать такого негативного отрицательного персонажа которому будешь верить это реально нужно очень серьезная работа короче умственная и психологическая чтобы это вышло интересно а не просто как-то нелепый карикатур по-моему для меня это было бы чем-то неприподъемным просто сколько максимум в игре людей бывает онлайн 24 завтра вот так будет забито все будет 24 точно они короче все-таки знаю пара посвященных они тоже так морозится нельзя так интриговать ну простите а что мне еще делать чтобы приходили и не сбежали не соскочили с а чем детей не нравится ну нормально же уже привязались к ребятам так отрицательного персонажа играть проще мне кажется нет нравится идея так все обсуждение идей в личку иначе мы сольем мета-инфу вот это тот 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 то о чем я говорила то есть есть информация которую прямо вообще никак нельзя выдавать потому что вроде бы персонаж который ее узнает он как бы и вроде бы и не пользуется но при этом стример все равно может какие-то там какой-то выбор делать исходя из того что он знает правильно поэтому надо очень осторожны ну не знаю вообще с сюжетными этими твистами все очень сложно и я всем сил не вижу но мне интересно было попробовать рп все я попробовала и продолжаю пробовать надеюсь что вам интересно надеюсь что вы придете еще следите за анонсиками теперь всем желаю спокойной ночи потому что уже очень-очень поздно все пока-пока и и и и и и и и и